Всем привет! Это такой первый у нас подготовительный урок к тому, чтобы знакомиться с Linux и работать по программе экзамена LPI. Сейчас мы будем с вами разбираться с тем, что из себя представляет, собственно, семейство Linux и как выбрать дистрибутив, с которым мы будем работать с вами. Итак, у нас на сегодняшний день существует множество различных дистрибутивов, различных операционных систем, заточенных под абсолютно различные задачи. На всякий случай я вам напомню, что у нас операционная система. Вот у нас есть слайдик на эту тему. Это такой посредник между железками, между аппаратной частью нашего компьютера и пользователем или программами, которые пользователь использует. То есть пользователь напрямую с процессором, с материнской платой работать не может, программы тоже не могут. Им нужно взаимодействовать как-то с железом. И эту задачу берет на себя операционная система, создавая для этого нам необходимое окружение. Если с Windows у нас более-менее все понятно, у них есть сервная линейка, есть десктопная линейка. И, как правило, у них каждая новая версия винды. Выходит отдельно новая Windows клиентская, какая-нибудь там Windows 10 и отдельно новый Windows сервер. Какой-нибудь там, не знаю, 2012, R2 или 2016. Понятно, что есть небольшой разброд в том, что Windows десктопная, она может быть какая-нибудь Basic, Home, Professional, Ultimate. Точно так же и Windows сервер у нас может быть там Enterprise, Data Center, Standard и так далее. Тем не менее, это, по сути, одни и те же версии операционной системы, в которых просто какие-то компоненты урезаны, отключены или какие-то возможности добавлены. Операционная система при этом 2012, допустим, это всегда Windows 2012. Data Center он или не Data Center, в этом большой разницы по тому, как он работает, нет. С Linux все у нас немножко по-другому. Прежде чем говорить о Linux, давайте пробежимся, в принципе, немножечко по операционным системам. Не по всем. Нужно сказать то, что есть у нас операционная система Unix. Первую вообще создали в 60-х годах и еще. И на базе этого Unix у нас в свое время ответвился еще и дистрибутив Linux. Ну, нужно сказать то, что есть еще, допустим, на базе Unix у нас различные BSD системы. В частности, Free, BSD, Net, BSD и, в принципе, можно сказать то, что от BSD даже в свое время ответвился Mac OS. Но это не совсем так, потому что Mac у нас он там из кучи дистрибутивов появился, в том числе и из Linux. Тем не менее, это такое приблизительное дерево того, как ответвлялся Linux. И, значит, вы видите то, что от Unix в свое время дошел Linux. Это в 90-х годах произошло. Linus Torvalds разработал эту операционную систему как Unix для платформ Intel. И появилось множество дистрибутивов Linux. Тут я уже между ними дерево выстраивать не стал. Я вам сейчас его отдельной картиночкой покажу. Но суть в том, что есть Linux, допустим, на базе семейства RedHat. И RedHat выпускает кучу своих дистрибутивов. И на базе RedHat-овского дистрибутива существует точно так же, видите, Mandrake, Mandriva, который уже, по-моему, перестал существовать больше года назад. Centos, Fedora, точно так же есть Debian, семейство Knotix, Ubuntu и так далее. Дистрибутивов реально очень много. Вот есть хорошая картинка Distributions Timeline. Я вам брошу на нее ссылку. Это все ветки ветвлений дистрибутивов Linux. Вот они тут существуют, существует. Это куча различных дистрибутивов. Вот это дистрибутивы Debian подобные. Вот их сколько. То есть тут просто огромное количество дистрибутивов. Причем дистрибутивы развиваются, перенимают друг у друга преимущества, которые эволюционируют, постоянно создаются новые, кто-то поддерживает их, кто-то делает на базе них какие-то коммерческие продукты. То есть семейств Linux действительно очень много. Нас с вами должно радовать то, что самыми распространенными, в принципе, считаются семейство Red Hat и семейство Debian. И даже наши отечественные дистрибутивы, они сделаны часть всего на базе Red Hat и иногда на базе Debian. Давайте немножко про эти два семейства поподробнее. Значит, семейство Red Hat. Это дистрибутив Linux от компании Red Hat. Он позиционируется как дистрибутив для корпоративного использования. То есть он распространяется по платной подписке. И на него есть поддержка в течение 10 лет. То есть это такие стабильные дистрибутивы. Они выходят каждые 3 года и после этого поддерживаются 10 лет. Это корпоративные дистрибутивы, поэтому большинство производителей программного обеспечения, не аппаратного, каких-то комплектующих серваков, они затачиваются на совместимость с Red Hat. И Red Hat за счет этого очень популярен в сложных, больших корпоративных продуктах. В семейство Red Hat также входит Fedora. Fedora выходит каждые 6-8 месяцев по расписанию. Fedora – это тот дистрибутив, в котором проверяются новые возможности, которые в будущем добавляются в Red Hat. То есть это у нас такой дистрибутив для энтузиастов, которые хотят попробовать сейчас то, что будет в Red Hat в будущем. На сегодняшний день этот дистрибутив у нас спонсируется самим Red Hat, но поддерживается сообществом. То есть поддержки от Red Hat вы не получите. Но, тем не менее, Red Hat спонсирует его разработку. И CentOS, наш родной CentOS. Вот он здесь, он тоже входит в семейство Red Hat. У него там интересная история развития. Все изначально это были разработчики, которые брали исходный код, который обязан публиковать Red Hat, и на базе этого исходного кода собирали свой дистрибутив, максимально близкий к Red Hat Enterprise Linux. На сегодняшний день у нас Red Hat как-то там частично взяло себе в штат разработчиков, каких-то своих отправило работать в CentOS. Суть в том, что теперь у нас вся инфраструктура проекта предоставляется Red Hat, и весь исходный код Red Hat сразу публикует на серверах CentOS. Таким образом, CentOS на сегодня является, можно сказать, просто бесплатной версией Red Hat Enterprise Linux со всеми теми же возможностями без подписки и без поддержки. Я в первых двух плейлистах уроки делал на базе Ubuntu, но я сейчас их немножко актуализирую и постепенно переделываю на CentOS, потому что CentOS все-таки это взрослое решение, CentOS любят профессионалы, CentOS используется во всех серьезных продуктах и разработках, поэтому мы уроки будем постепенно перетягивать на CentOS. Вы можете при этом использовать вообще в принципе любой дистрибутив Linux, потому что мы на этих уроках с вами разбираемся с базовыми такими возможностями Linux, которые в принципе одинаковые между всеми семействами Linux. Есть безусловно детали, допустим, в формате пакетов, в различных утилитах, особенно между Red Hat и Debian, но это все не важно, и я буду это в принципе отмечать. То есть я топлю за то, чтобы вы все-таки скачивали и использовали CentOS. Как это делать, разберемся в следующем видео. И семейство Debian. Вот оно, это операционная система с открытым исходным кодом. Она очень важна для Linux-сообщества, потому что она, пожалуй, самая популярная. На базе семейства Debian создана куча дистрибутив Linux, которые являются очень популярными, прежде всего для десктопных версий, для рабочих станций, для компьютеров. Ну, в принципе, и для серверов. Debian имеет наибольшее хранилище пакетов из всех вообще дистрибутивов. У него огромное количество программ, библиотек. Он поддерживает огромное количество процессорных архитектур. По нему очень много мануалов, в том числе на русском языке. И поэтому Debian и его производные, в ту же самую Ubuntu, очень любят разработчики, студенты и прочие люди, которые не слишком глубоко разбираются в Linux. Им это не нужно, потому что их дело все-таки писать код. И этот код им нужно на чем-то запускать. Если у них нет своих инженеров, админов, девопсов, то чаще всего все они пишут код под Ubuntu и запускают Ubuntu. В принципе, конечно, безразлично, подо что писать код, потому что он заработает на любом дистрибутиве Linux. Но, как правило, они подтачиваются под Ubuntu или под Debian. Так вот, Ubuntu это дистрибутив, основанный на Debian. Он немножко более, так скажем, очеловечен по сравнению с Debian. У него более понятный интерфейс. У него более болтливый вывод в командной строке. С ним достаточно просто работать. Но если вы достигаете определенного уровня профессионализма, его вот это вот более-менее винтовое поведение начинает подбешивать. В нем очень много механизмов, которые любят вести себя самостоятельно, как бы помогая вам. Но если вы уже админ опытный и понимаете, что вы делаете, вам эти механизмы начинают мешать, и вы рано или поздно перейдете к CentOS. В CentOS тоже, конечно, сейчас стали появляться интеллектуальные механизмы, которые постоянно приходится отключать, чтобы нормально работать. Но мы сейчас говорим не об этом. Значит, Ubuntu. У него выпускаются такие версии с длинной поддержкой каждые два года, и поддерживаются они в течение пяти лет. То есть, если у CentOS это раз в три года и поддержка десять лет, а здесь раз в два года и поддержка в течение пяти лет. Это тоже следует учитывать. То есть, если вы делаете какой-то долгоиграющий продукт, то вам бы не хотелось через пять лет перетаскивать его на другую версию операционной системы, без особых каких-то таких затрат. И поэтому, опять же, CentOS как более стабильный желательно оставить. Тем не менее, многие могут любить Ubuntu, поэтому, пожалуйста, ставьте себе Ubuntu. Я от нее практически на всех проектах уже ушел, потому что она любит все-таки иногда косячить. Ну и как вариант Linux из семейства Debian, у меня здесь еще и Linux Mint, который в какой-то момент создавался на базе Debian, а потом в какой-то момент на базе Ubuntu. Linux Mint, он такой самый симпатичный, самый приятный, самый распространенный среди десктопов. Также следует сказать, что несмотря на то, что у нас подавляющее большинство дистрибутивов в мире, это либо Nix-подобные, либо семейство Microsoft, есть еще очень много различных операционных систем, которые не являются ни Nix-овыми, ни Linux-овыми, ни Microsoft-овскими. У них есть свои узкие сферы применения, про них может быть достаточно интересно читать. Я как-то на курсе операционных систем, когда я его еще вел, каждую из этих операционных систем ставил, и мы смотрели со студентами, какие они интересные, какие у них плюсы, какие-то там минималистичные, какие-то помещаются на дискетку, какие-то заводятся меньше, чем за секунду, какие-то управляют сразу не одним компьютером, а кластером. Это все, конечно, такой достаточно интересный мир операционных систем. Тем не менее, мы не преследуем сейчас цель разобраться с миром операционных систем, мы просто подводим к тому, как начать знакомиться с Linux-ом и администрировать его. Итак, это был такой базово-вводный урок, на котором мы поговорили о том, что есть такой дистрибутив. Не знаю, есть операционные системы семейства Linux, и мы с ними будем работать. Можно выделить две самые популярные линейки, это Debian семейство и RedHat семейство. И вы можете взять любой дистрибутив из этой линейки и начать с ним работать. Я буду все показывать на CentOS. В старых видео я использую Ubuntu, но я потихонечку буду эти уроки менять на CentOS. В конспектах лекции на GitHub я всегда указываю разницу между CentOS и Ubuntu, если синтаксис команд немножко отличается.